Первыми вопросами повестки этого заседания были доклады глав Лобинского района и городского поселения. Но прежде чем они прозвучали, председатель района общественной палаты предложил почтить память Анатолия Шахматова, который входил в состав палаты до декабря прошлого года. 2020-й был непростым. Новая коронавирусная инфекция повлияла на жизнь лобинцев. Сказалось, на многих показателях. Ряд хозяйствующих субъектов снизил темпы развития. Некоторые приостановили свою деятельность. Но все же в докладе Александра Семерякова прозвучало много положительной информации. Социально-политическая обстановка на территории Лобинского района остается стабильной. Кроме того, поступления в консультивный бюджет по сравнению с прошлым годом выросли на 3%. В районный бюджет поступило 536 миллионов рублей. Темп роста составил 105%. Это позволило району участвовать в 12 государственных программах и привлечь 1 миллиард 150 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 1 миллиард рублей. Это почти в два раза выше уровня 2019 года. В районе сегодня идет реализация крупного проекта строительства 9 солнечных электростанций мощностью 44 мегаватт стоимостью 4,6 миллиарда рублей. Продолжается подготовка документов по созданию промышленного парка Станицы Чернореченской. Все эти проекты позволят создать более 50 рабочих мест. Несмотря на пандемию, в прошлом году в районе открылись 4 объекта потребительской сферы, а это новые рабочие места. Малый бизнес, пострадавший от карантинных ограничений, поддерживается государством. Эту задачу выполняет и Лобинская школа предпринимательства. Мы понимаем, что развитие района невозможно без анализа проблем, определения целей и их достижения. Поэтому нами подготовлен проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лобинский район до 2030 года, утвердить стратегию, планируемую в этом году. Сейчас документы находятся на согласовании в администрации Краснодарского края. Рассказал глава района и о ситуации в АПК, и в образовании, о реализации программы ремонта дорог и о благоустройстве поселений. Практически каждая в 2020-м участвовала в этих программах. Конечно же, 75-летие Победы – главное событие прошлого года. Пусть и в условиях ограничения, но памятные мероприятия состоялись в городе и в станицах. Глава вручил благодарность по итогам Года памяти и славы за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны председателю Совета ветеранов Ирине Городней. Александр Семеряков подытожил. Главная задача команды и администрации – создать условия для комфортной жизни людей. И далее планируется участвовать в программах и конкурсах для привлечения финансовых средств. В унисон прозвучал и доклад городского главы. Фотопрезентация подтверждает каждое слово. Сергей Шеремет начал с общих цифр и главного для горожан – вопросов ЖКХ. Основой для жизнеобеспечения всего города является жилищно-коммунальный комплекс. Каждым предприятием коммунального хозяйства проделана работа для улучшения оказания услуг населению. Так, в рамках улучшения системы водоснабжения в поселке Прохладном разработана и утверждена сметная документация. Экспертиза пройдена. Планируется капитальный ремонт двух артезианских скважин в 2021 году за счет средств краевого и местных бюджетов на общую сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Выполнены предпроектные работы по объекту реконструкции водозаборных сооружений первого и второго подъема в городе Лобинске на общую сумму 598 тысяч рублей. Перечислю основные темы. Санитарный порядок, строительство, ремонт дорог, ремонт многоквартирных домов, уличное освещение, озеленение и газоснабжение. Из зала поступило предложение высадить еще больше деревьев в черте города и заняться вопросами водоснабжения. Эта встреча позволила членам общественной палаты напрямую общаться с представителями власти. Некоторые из предложений глава берет в работу. Без ответов не остались. Информацию об эпидообстановке в Лобинском районе и о количестве пациентов в инфекционном госпитале предоставила замглавы по соцвопросам. За время пандемии в госпиталь было выделено порядка 30 миллионов рублей. Это медикаменты, оборудование и питание. На данный момент на лечении находится 223 человека. Из них с положительным анализом на коронавирусную инфекцию 32 человека. С небольничной пневмонией это 191 человек. Из них жители нашего Лобинского района 68 человек, из которых 11 с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 57 человек с небольничной пневмонией. Администрация района оказала поддержку медработникам и эта помощь оценена. Председатель профсоюза здравоохранения поблагодарила за предоставленный транспорт, в котором так нуждались врачи в период пандемии. Ещё с одним докладом, но уже о деятельности рабочей группы в сфере легковых и таксомоторных перевозок, познакомили членов общественной палаты. Работа в этом направлении ведётся и есть результат. Имеется устойчивый рост выявляемых нарушений. Анализ деятельности рабочей группы в сфере легковых и таксомоторных перевозок за 2020 год позволяет сделать следующие выводы. Работа организованно ведётся в соответствии с руководящими документами. По данной сфере деятельности имеет системный характер. Компетентность сотрудников рабочей группы, качество планирования проведения мероприятий в целом обеспечивает выполнение поставленных задач. Также на заседание утвердили план работы общественной палаты на 2021 год. С ним члены познакомились предварительно. И вот, что говорят они о результатах 2020-го уже после заседания. Прослушав доклад главы района Александра Александровича Семирякова, мне хотелось бы поблагодарить его за такой насыщенный доклад, а также за взаимодействие с общественной палатой района и обществом. Сделано очень много в районе и в городе, проведена большая работа. И поддержаны также многие проекты и инициативы граждан. Если так и дальше будет продолжаться поставленная работа, то будет сделано ещё больше. Спасибо большое.